Битломаны сегодня отмечают свой официальный праздник, 16 января, уникальный признанный во всем мире День группы Битлз. Недооценить влияние квартета на мировую культуру невозможно. Дмитрий Пищухин расскажет, почему выбрали именно 16 число. Такой чести не удостаивалась ни одна из музыкальных групп. День Битлз решением ЮНЕСКО отмечают с 2001 года. Именно в этот день, 16 января 1957 года, в Ливерпуле в клубе Каверн состоялся дебют будущих звезд. Впрочем, у поклонников легендарной четверки существует гораздо больше поводов для праздника. Их тоже четверо. Они носят длинные стрижки и играют брит-поп. Петербургские музыканты не скрывают, если бы не было Битлз, то и квартет Санфлаурс не состоялся. Битлз всегда будут напоминать людям о бурлящем разнообразном 20 веке. В 60-х четыре парня с рабочих окраин Ливерпуля совершили настоящую музыкальную революцию. Им преклонялись и подражали, обожествляли и опасались их пагубного влияния. Но началось все гораздо раньше, еще с группы Кваримент, школьного проекта Джона Леннона. Вообще, казалось, что за границей ее нету. Вот есть Битлз. Вот есть Битлз, которые посылают откуда-то космоса сигнал. Основатель движения Медьки Дмитрий Шагин считает, что влияние Битлов на мировую культуру трудно переоценить. Вот на его картинах Пол Маккартни стоит в тельняшке на берегу Невы. Это все равно, чтобы ансамбль песни и пляски Морфлота исполнил бы «Let it be». Но ведь взял и исполнил. Равно, как и оркестр балалайшников, на каждом концерте задушевно наигрывает «Естедэй». Главный битломан страны Коля Васин до сих пор не теряет надежды основать в Петербурге храм любви мира и музыки имени Джона Леннона. Своих кумиров он считает ангелами, которые изменили жизнь каждого человека на земле. Как только Битлз появились у нас на черном рынке в 64-м году, началась перестройка. Вот в чем прикол самый главный. 156 стран, тысячи исполнителей, миллионы просмотров в интернете и всего лишь одна, знакомая каждому песня. Спустя больше 60 лет Битлы по-прежнему объединяют мир. В едином порыве и желании помочь поклонники группы решили собрать деньги больным СПИДом в Африке. Наверное, так и должен звучать гимн всего человечества. Дмитрий Пищухин, Александр Лусникова, Наталья Шорникова и Полина Сошникова. Пятый канал. Пятый канал. Пятый канал. Пятый канал.